Тема проповеди сегодня. Как мы можем знать, что мы растем? Было время, когда я задался таким вопросом и подумал, должен ли христианин знать, что он растет? Или это находится абсолютно в божественной компетенции? Как некоторые люди надеются, что они в вечности только узнают, прощены их грехи или нет, и всю свою жизнь посвящают замаливанию этих грехов. И когда мы смотрим на участь таких людей, то эта участь очень незавидная. Представьте себе, вы узнаете о том, что вы прощены или нет, тогда только, когда уже ничего нельзя будет исправить. Хочется знать заранее, так ведь? И по этой же логике, если Священное Писание говорит нам о том, чтобы мы возрастали во спасении, и об этом говорится в очень многих местах, значит, растем мы или нет, нужно знать сегодня. Если мы узнаем об этом уже в вечности, там в вечности мы уже ни на сантиметр не подрастем. Нам здесь только на земле дано время возрастать и по мере этого возраста получить от Господа награду. Поэтому я думаю, что каждый христианин все-таки должен иметь отчет в том, имеется ли в жизни его духовный прогресс, идет ли возрастание или застой. Павел сказал колоссианам, чтобы мы преуспевали в вере с благодарением. То есть, если мы видим какой-то рост, какой-то успех, это должно быть причиной для благодарности Господу. И я сегодня хотел бы остановиться всего лишь только на четырех таких признаках, четырех моментах, по которым мы можем определять, есть ли в нашей жизни духовный прогресс или мы находимся в застое. Но все эти четыре признака суммируются вот таким бы я назвал выражением. Значит, мы можем, если вы забудете всю эту проповедь, постарайтесь не забыть эту фразу. Признак духовного роста заключается в том, что сегодня я могу делать то, чего не мог делать вчера. Доброе. И сегодня я могу не делать того злого, чего я не мог не делать вчера. Это понятно? Просто так взгляд немножко меня смутил ваш. То есть, естественно, я не говорю сегодня об одном дне, что за ночь должны произойти какие-то перемены. Я говорю о промежутке в прошлом и настоящем. Я помню, когда я читал раньше в Библии, мне было еще где-то лет 13, наверное, 12. Я читал в Библии о том, что если брат имеет против меня что-то, ты должен у него просить прощения. Вот это меня внутри все бунтовало против этого. Ну, как это идти и просить прощения? Для меня не было даже так трудно прощать, как трудно идти и просить прощения. Я думал, никогда не буду так делать. И брату своему старшему на свою голову сказал эти слова. Говорю, как это так? Я пойду просить прощения. Знаете, в 13 лет, мне кажется, гордость она максимальных размеров достигает. И он сказал мне так просто, повесил надо мной приговор. Говорит, если боишься, значит придется. И через буквально несколько дней у меня произошел конфликт с одним человеком. И я вспомнил это слово, я понял, что мне надо идти просить у него прощения. И что я сделал? Не пошел. Я помню, это была зима, зимнее время, было не так много времени, но уже темно на улице. Я пошел молиться в свою комнату, и моя молитва шла, как говорят, до потолка. Я понял, что Бог со мной не хочет разговаривать, потому что написано в Библии, если брат имеет против тебя, пойди примирись, потом возвращайся к жертвеннику. То есть к молитве возвращаться можно только после примирения. Я молюсь, молитва не идет. Я так вслух не сказал, но у меня такие были мысли, Господи, раз не хочешь разговаривать, ну и ладно. Такой типа, ну я и не собираюсь спросить прощения, это слишком трудно, если ты из-за этого не хочешь со мной разговаривать, хорошо. Я пошел спать. Это один из немногих выходов из разных таких положений. Но такой ночи, как эта, в жизни моей не было никогда. Такого ужаса, который я пережил в это время, даже в моих снах был мрак, тьма, ужас. От кого-то я бежал и прятался, и когда я в пять утра проснулся в страхе, я включил в комнате свет, я был один, было ощущение, что свет не освещает комнату, как будто горит уголь на потолке, а все вокруг темно. То есть это была духовная тьма. Я понял, что такое быть отлученным от Господа, я понял, что такое быть разделенным с Богом. Какой это контраст. Я помню, в то время подумал, как люди живут каждый день без Бога. Я еле дождался времени, когда можно было идти, видеть брата, прибежать к нему и просить ему прощения. С моих плеч свалился гроз. Слава Богу. И долгое время это было делать непросто, но потом стало замечаться, что уже не так это и сложно, оказывается, признать свою вину и сказать кому-то человеку, прости меня. Все-таки, значит, внутренний человек начинает побеждать вердыню. Трудно было представить, как это можно не сдать сдачи. Помню, в подростковом возрасте, если меня ударят, и как это я не сдам сдачи. Но и этому Господь научил. И таким образом мы наблюдаем, если происходят вот эти положительные перемены. Вчера я не мог, вернее позавчера я не мог, вчера мне было трудно, сегодня мне легче. Значит, в жизни идет духовный рост. И внутренний человек берет верх над внешним человеком. И вот некоторые буквально моменты, то есть четыре таких их, я думаю, что много. Но почему-то мне на сердце легли именно четыре таких момента, о которых я хотел бы, чтобы мы обращали внимание и по ним определяли, растем ли мы с вами. Первое. Наш духовный рост определяется тенденцией к тому, что мы начинаем все меньше думать о себе и все больше думать о других. Первое Коринфянам, 10 глава, 24 стих. «Никто не ищит своего, но каждые пользы другого». В физическом мире происходит то же самое. Когда рождается ребенок, все, что он может, это потреблять. Все, что он может, это требовать внимания. Хныканьем, кряхтением, криком, плачем, чем угодно. Он абсолютно ничего не может дать. И, допустим, мой трехмесячный ребенок, у меня такое есть подозрение, совсем не думает перед тем, как захныкать, «А может, у меня мама устала, может, она поспать хочет». Вот таких мыслей в его глазах я не наблюдаю. У него есть только собственные интересы. Только собственные. 100% собственные интересы. Он абсолютно не думает о том, что его младшие, старшие братья и сестры хотят спать, или родители, или не вовремя это все, или кто-то устал, и так бы он лежал, так и думал, ладно, еще минуток 15 потерплю, пусть мама поспит. Она уже пять раз вставала ко мне. Нету этого. Но пятилетнему мы уже возлагаем ответственность, чтобы он соблюдал все эти интересы. И, наконец, когда человек становится уже сам родителем, уже про себя приходится забывать. Так или нет? Это рост. И в духовной жизни происходит то же самое. Если вы уже много лет верующий человек, но во все эти годы у вас не появился вопрос, достаточно ли я люблю моих ближних, достаточно ли полагаю себя для них, достаточно ли молюсь за них. Но во все эти годы вы думаете, любят ли меня, молятся ли за меня, помнят ли про меня. Это говорит о духовном застое. При начале пути, на первых шагах, это еще, так скажем, допустимо. В нашем духовном младенчестве мы потребляем, мы не можем многое отдавать еще, и это нормально. Но когда проходят годы, и, как Павел говорит, вам по времени нужно быть учителями, но вам нужно снова молоко. Нужно, чтобы кто-то встал, приготовил, согрел, накормил. И вы сами не можете подойти к плите и накормить себя, не говоря о том, чтобы уже накормить других. И когда происходит смещение вот этого центра с нас самих, на тех, кто рядом с нами, и мы больше заботимся о том, чтобы было другим хорошо, и о их успехе духовном, и в молитвах их несем больше, чем самих себя, это говорит о том, что есть прогресс. И пропорция должна постепенно меняться все больше в сторону других, и все меньше в нашу сторону. Знаете, вообще-то такому человеку жить легко. Мы поем, читаем и говорим такие слова. Это не так сильно страшно, но есть некоторые моменты тут не совсем правильные. Мы говорим, путь за Христом узкий и тернистый. Слышали такое выражение? И я его говорил, и мне кажется, что много раз говорил. Но посмотрела в Библии, и нигде путь Божий не называется тернистым путем. Узким называется, тернистым не называется. Но тернистым называется путь ленивого. Путь ленивого, как терновый плетень. Или плетень, или плетень. Я думаю, что же это такое? Знаете, когда человек идет, и вот колючки, он зацепляется за них, да, и трудно идти. На Христовом пути вот этого вот вцепляющегося нет. Он узкий, человек должен смиряться и так далее. Но колючки – это наш характер собственный. И согласитесь, что у ленивого человека очень трудная жизнь. Так ведь? Очень трудная жизнь. Когда ему нужно на улицу выйти, он думает, что там лев. Когда ему нужно дойти до магазина, он думает, что это подвиг. А вскопать грядку – это уже ссылка в Сибирь. Ему все трудно. Все то, что просто, становится невероятно трудным. По себе просто знал. И те обычные задачи в жизни человека, которые бывают. Я помню наш путь в молодости с нашего дома в наш огород на 19-м автобусе 20 минут 25. Там 10 минут до остановки от одной и с другой. И вот эта дорога для меня всегда была просто невероятно что-то такое. И еще ее надо преодолеть, а там еще в огороде накопать. Это же ты не просто приехал, поспал и поехал обратно. Передохнул от дороги и поехал обратно. Там же еще надо было работать. И вот так, оглядываясь назад, я вижу, что у ленивого человека очень трудная жизнь. И вы знаете, то же самое происходит, когда у нас очень живое я и забота и мысли о самих себе. У нас трудная жизнь. Нас что-то постоянно цепляет. Других не цепляет то же самое, а нас цепляет. Другим не больно уже от этого, а нам больно от этого. Почему? Потому что сильно живое и активное эго. Я. И человек такой очень много страдает. И если он научится переносить свою заботу, как сказал Павел, каждый еще не своего, но пользы другого, он начнет переключать мысли, размышлять о чужих нуждах уже, нести их в молитвах, то он почувствует, что то, от чего ему было вчера, так больно и ранимо. Сегодня он проходит это с легкостью, потому что он уже не о себе столько думает, сколько о других. И вот это первое, что хотел бы сказать сегодня, признак духовного роста, когда мы внимание с себя переключаем уже на других. И есть один пример, мне очень нравится это в послании к Колоссянам, человек, которого звали Ипофраз, 4 глава, 12 стих и 13. Павел говорит о нем, «Приветствует вас Ипофраз, ваш раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу, свидетельствуя о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Ладике и Ераполе». Вот если невнимательно прочитать, пробежать этот стих, мы просто видим человека, который молится за христиан других городов. Но если обратить внимание на детали, которые слова использованы здесь, это очень сильные слова. Во-первых, «всегда». Ипофраз всегда совершал это. Всегда молился, так мы скажем. У нас бывают такие положительные вспышки, мы готовы горы свернуть ради кого-то, но потом у нас год отпуска, год приема лавровых венков. Но этот человек всегда, и причем здесь не написано, что он молился, он подвязался в молитвах. Подвязаться – это значит совершать подвиг. Если, допустим, мы нужды серьезные, духовные превратим в такое, к примеру, мы в конце собрания молимся, какие есть нужды, и кто-то скажет, «давайте помолимся за церковь города Березники». И мы с вами помолились минутку за этот город, за эту церковь, мы подвязались в молитве? Мы молились, но не подвязались. Потому что подвига в этой молитве не было. Минутная молитва выдержит любая плоть. Но когда мы начинаем ходатайствовать усиленно, долго, может быть, нам противостоят обстоятельства, настроение, собственная плоть, но я все равно продолжаю молиться, вот это уже подвязаться. И по фраз «подвязался в молитвах за эти города» и всегда подвязался. От подвигов настоящих немножко устаешь, от показных не устаешь, а от настоящих устаешь. Но и по фраз «не уставал». И в чем была причина его силы? Павел говорит, «он имеет великую ревность и заботу о вас». Пусть этот человек будет для нас примером. Второе, что можно назвать признаком духовного возрастания, это стабильность в питании. Дети нестабильны в питании, согласитесь. Им нужно напоминать о том, что нужно покушать. И бывают случаи, я когда еще детей не имел, одной маме советовал, говорит, «О, у меня ребенок не ест». Все, у кого детей нет, так советуют, мне кажется. Я говорю, «Так вы его не кормите, когда захочет, придет». Знакомы с таким советом? Думаю, сейчас бы сказал, «Твоего бы я тоже не кормил бы, а своего не могу». Но со временем, к примеру, сейчас, сколько мне лет, у меня жена не бегает с ложкой за мной. Мне говорят, «Вова, ну покушай». Пельмешки отварили уже, вкусненькие, горяченькие, свежие. Вот пирожок напекла. Как-то я быстрее ее на кухню попадаю. И быстрее ее приглашение, ощущаю аромат приготовленного там. И она очень любит смотреть, как я ем. Это необыкновенное зрелище. Сразу все начинают хотеть есть. Такой аппетит, заразная болезнь, но не к смерти. Рост. Опять-таки, рост побуждает человека к тому, что питание становится для него естественным. Не нужно, чтобы кто-то его контролировал. При младенчестве нужен контроль, помощь, направить человека. Потом уже не надо. И вот в нашем духовном питании, если мы постоянно читаем или молимся только потому, что вот нас, может быть, кто-то заинтересовал, или мы побыли на конференции, или на семинаре, такое часто бывает. И после этого человек читает, и потом опять все угасает. Потом опять по каким-то причинам пробуждается интерес, потом опять угасает. Это признак младенчества. Если же человек имеет стабильность питания, и за дня в день он имеет потребность в этом. Интересно, об Иисусе написано, когда он пришел в Назарет, он вошел в синагогу по... Как написано? По обыкновению. То есть, другим словом, можно сказать, по привычке уже. То есть, это было обычным для него явлением. И для зрелого духовного человека собрание, молитва и чтение – это уже обыкновение. Это обычное явление. Это не что-то редкое, в лучшие моменты его духовной высоты. Это обычное явление. И плюс к этому обычному явлению есть сказано о Симоне, старце, что он пришел в храм по вдохновению. То есть, этот духовный рост заключается в том, что, во-первых, когда мы младенцы, у нас ни обыкновение, ни вдохновение. То есть, стабильности нет. Потом мы в себе это воспитываем при условии, что мы растем. И у нас начинает быть обыкновение. То есть, мы уже выработали порядок. Может, человек определил себе время утром или вечером, или в течение дня. Он читает, молится. И еще выше ступень, когда к обыкновению есть и вдохновение. Не так, что я сегодня молился, читал, что-то у меня напало, еще бы Библию почитать. Нет, у меня не в моих это планах. Нет же. Некоторые хотят жить одним вдохновением. Вдохновение должно идти после обыкновения. Если жить только вдохновением, духовно не возрастешь. Экклесиас сказал, кто наблюдает облака, тому не жать. Кто наблюдает ветер, тому не сеять. Когда человек смотрит на обстоятельства, представьте себе, утром встал, надо сеять. Погода неблагоприятная. На следующий день неблагоприятная. На третий день мигрень. На четвертый лень. На пятый еще что-то. Так человек ничего не посеял и ничего не пожал. Не содействует ему это все. И когда мы живем только вдохновением, настроением, и читаем только тогда, когда нам интересно, и молимся только тогда, когда нам легко, мы не растем духовно. Не растем. И у нас духовного богатства не накапливается, и духовного роста должного не происходит. Поэтому желаю тоже обратить внимание всех нас на этот момент. Стабильность питания. Третье. Стабильность в служении. Апостол Павел сказал, всегда преуспевайте в деле Господнем. Всегда. Не иногда. Не время от времени, но всегда преуспевайте в деле Господнем. Основные препятствия для служения нам, часто, когда мы предпринимаем служить Господу, два препятствия. Первых нам встречаются, во-первых, критика, во-вторых, похвала. И нельзя сказать, что легче преодолеть. И стабильность в служении, когда человек идет, перешагивая и через похвалу, принимая и критику, и идет, и движется. Когда Иоанна Фан с своим оруженосцем двинулись к стану филистимлян, написано, что они шли между двух острых скал. Имя одной было Боцец, имя другой было Сене. И одно название переводится как колючка, другое переводится как сияние. Всякий служащий Господу всегда оказывается посреди этих двух скал. Кто-то, может быть, ему льстит, а кто-то больно критикует, не сильно думая о том, как бы преподать ту или иную поправку. И вот духовная зрелость определяется в том, что человек между этих двух острых скал продолжает идти. Если вы начинаете служить и бросаете, начинаете служить и бросаете, это признак младенчества. И признак духовного роста, когда вы чувствуете, что уже вы получаете от Господа силы все преодолеть и служить. И появляется стабильность в служении. Дети часто записываются в кружки, горнолыжный спорт, рисование, еще куда-то музыкальное. И я помню, учился на гитаре, не помню, сколько занятий я сходил, и вот однажды мы с друзьями почувствовали, что у нас нет настроения идти. И вы знаете, что мы сделали? Мы не пошли. И так и забросили эту гитару. Это происходит очень часто. Но духовный человек зрелый или даже физически зрелый человек, он идет на работу, он идет куда-то, потому что знает, что это надо, и он это делать не прекращает. И последний момент, который хотел бы обратить внимание, он идет как следствие вот этого всего. Духовная зрелость определяется в спокойной реакции на несправедливые обвинения. Три примера приведу. Первый пример. Начну с Ветхого Завета. Когда Анна пришла в храм молиться, и священник Ильи сказала обидные слова. Она была в большой горечи, еле шевелила своими губами, молилась тихо, и Илья, будучи священником, судьей, сказал, иди, протрезвись от вина своего. Ну, представьте себе, вот со сцены бы брат проповедовал, и сестра какая-то, или брат задремали. И брат бы сказал, сестра, иди, протрезвись, а потом придешь в собрание. Мне кажется, что она пойти-то пойдет, но прийти-то уже не придет. Иди, протрезвись. И с храма прогнать, с такими словами, трезвого человека. И вот эта женщина была почему-то зрелым духовно человеком. Может быть, горечь ее жизни. Ее много огорчала ее соперница. В то время была полигамия, была вторая жена у ее мужа, у которой были дети. Она вымаливала и не могла получить детей. Неизвестно, вот это я у нее почему-то не было таким, как у нас. Взрывоопасным, атомным, ядерным. И вместо того, чтобы сказать, да вы на себя и на своих сыновей посмотрите. Вы знаете, какие были сыновья у Ели? У нас же, наш демократический язык сразу бы направил взгляд Ели в нужном русле. Она, уважая помазание и имея вот это внутри умершее, то, что живет часто в нас, говорит, нет, господин мой, я не пиная, а жена, скорбящая духом. И изложила свою нужду. И как результат получила благословение, у нее родился сын. Почему благословение от нас убегает? Потому что там, где нам нужно смириться, там, где нам нужно попридержать язык, там, где нам нужно с почтением отнестись к ближним, мы вот этот весь пыл-то его и реализуем. А легче так стало. Выговорился и легче. Кому? Если нам становится легче после того, как мы повздорили и прокричались, значит, у вас главный внутри-то не Господь и не Дух управляет. Потому что Духу, рожденному свыше, никогда не бывает легче от того, что он в ссоре выговорился. Бывает легче нашему гордому Я. Если мы ориентируемся на то, что ему стало легче, то наше Я заведет нас оттуда. Если человек живет Духом, как Павел сказал Галатам и римлянам, если мы живем Духом, то по Духу и должны поступать. Духу не станет легче. И благословение уйдет. И вот эта Анна, она смогла смирить свое сердце, спокойно отреагировать и получила сына великого пророка потом. Второй пример. Тоже зрелый духовный человек, хотя был молодой. Звали его Давид. Он пришел к своим братьям, чтобы наведаться о их здоровье. И услышал, что здоровенный воин Галяв вот прямо бессовестно обзывает израильтян и имя Господа поносит. И Давид так в простоте, он с медведями, с львами посражался, так представил, вроде этот не крепче тех. Мне кажется, что Галяв со львом и медведем бы не справился. И он пошел спрашивать, а в чем дело-то? Почему? Вот вы тут все стоите, вы как ему позволяете этому хулигану так разговаривать? Ну, естественно, там все в страхе трясутся и старший брат говорит ему, я знаю твое высокомерие, раз, дурной нрав, два, ты пришел посмотреть сражение, три. Давид пришел справиться о их здоровье, принести им еду, отдать посылку начальнику. И теперь у него внутри удивление. Иногда, когда человек, вот он не находится где-то в таких религиозно-просветительных богословских кругах, у него простая вера в Бога, он иногда удивляется над некоторыми вещами. Когда ларчик открывается, а много мудрецов смотрят и думают, вот как же его открыть? И этот простой человек думает, или я того, или что-то тут с другими. Надо же просто открыть крышку и все. А семь мудрецов думают, что делать. И Давид искренне удивлялся, почему он поносит имя Господа и никто не реагирует. Помазанники, воины, мечи, копья, все есть. И старший его брат вроде бы знает его с детства. И вот так три обвинения. высокомерие, которое у Давида как раз отсутствовало. Дурной нрав, который у Давида отсутствовал. И причина, ты пришел посмотреть сражение. Дети же любят боевик посмотреть, просто раньше все было настоящее. Даже не трехмерная графика, а прямо вот настоящие воины сражались, не как в кино. И вот он говорит, ты пришел посмотреть кино сюда. И что говорит Давид? Не слова ли это? Отвернулся и пошел дальше. Его заинтересовало. Что тут происходит? Ну, брат, наговорил. Ну, ладно. Пошел дальше. Ему интересно стало, почему, и вопрос не решается. Как вы видите тут? Кипяток, Давид, или не кипяток? Комнатная температура. Потрогали, и палец не обжегся. И третий пример это уже сам Христос в Новом Завете, когда ему сказали ужасные слова. Не правда ли мы говорим, ты самарянин, и бес в тебе? Вот я думаю, вот нас поставь там. И мы знаем, каждую минуту легион ангелов по нашему вызову. И подходит к нам, подходят люди и говорят, в тебе бес. Я не знаю, какую национальность назвать, чтобы самарянин был оскорбительный. Сейчас мы такие, как бы всех, все народы равны, многонациональная страна и так далее. И поэтому, и не буду ничего приводить, чтобы никого не обидеть. Вот обозвали его и сказали, в тебе бес. Тот, в ком жил Дух Святой, сам Бог, его назвали, в нем бес. Я думаю бы, Господи, ни минуты не терпя, испепили это место все. Испепили, испепили. А Иисус говорит, во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Кипяток. Я намеренно поставил это в самый конец, потому что верю, что вот эта наша внутренняя реакция на такие вещи является признаком духовной зрелости. Понятие справедливости у нас бывает поверхностным, как было у работников виноградники. Вот если бы нам рассказали с вами историю, что вот люди работали одни с утра, другие вечером. И вот эти, которые с утра работали, пришли бы и сказали, слушай, представляешь, мы работали целый день, нам дали динарии. И эти, которые работали час, получили тоже по динарию. Мы бы сказали, несправедливо, нет. Это неправильно. Это из ряда вон выходящее событие. Это первый уровень справедливости, поверхностный. И мы часто, находясь там наверху, на поверхности, негодуем и возмущаемся. Но когда виноградарь сам говорит, слушайте, а я как договорился с вами? За динарий? Да. Динарий дал? Да. Какие вопросы? Первый в тяжбе своей прав, но приходят соперники исследовать дело. Мы бродим поверху очень часто. У нас своя правда. И мы рассказываем людям и себя убеждаем, говорим, ну неправильно, чтобы час работающий целый день получили по динарию. Неправильно. А нет, правильно, потому что с вами договорились за динарий. И хозяин вправе решать. Он может два динария дать тем, кто час работает. Он может им сундук золота дать за этот час. Так или нет? Он хозяин. Справедливо? Справедливо. И вот Давид в своей жизни знал одну вещь. Он говорил это в псалмах и молитвах к Богу. Он говорит, Господи, если ты будешь судиться, кто будет судиться с тобой всякий язык, ты обвинишь. То есть, ни один человек не может претензию к Богу предъявить так, что Бог сказался виноватый и сказал, о, извини, что-то тут не усмотрели. Согласитесь, что внутри себя очень часто мы предъявляем Богу претензии, почему это вот так произошло. Но Библия говорит, что когда мы предстаем перед Богом, и Бог не властью надавит на нас. Он так объяснит, даст такой аргумент, покажет такие грани жизни, которые мы старательно скрывали от всех и прятали, что мы наклоним голову и сильно покраснеем. И так каждый человек, кто сегодня готов уже поднять кулак к небу и сказать, несправедливо, не должно так быть. А Бог проведет с поверхностной справедливости на более глубокий уровень и покажет нам такие части естества, жизни, мыслей, планов, действий наших, что мы увидим, что это никто иной, как мы, привели сюда. Поэтому, Писан, всякий сет у нас свои грехи. И когда человек понимает высшую Божью справедливость, когда он понимает, что Иисус за нас пострадал, он несправедливо, он не возмущается, когда его обвиняют несправедливо. Он идет по следам Христа. Он знает, что вся правда у Бога. И все встанет на свои места, когда Бог будет творить свой суд и свои дела. Желание моего сердца обратиться вместе с вами к Господу. Может быть, кто-то анализируя себя, глядя внутрь себя, увидел застой. Бывает такое в нашей жизни, мы остановились. Бог желает нас двинуть вперед. И пусть это слово сегодня побудет нас. Я повторю. Первое. Что было? Заботимся о других больше, чем о себе. Второе. Стабильность питания. Третье. Стабильность служений. Четвертое. Спокойное, как танк, реакция на несправедливое обвинение. Господи, помоги. Помолимся. Спасибо.